Вот лично вам чем запомнились эти каникулы? Что вы на них делали? Катались вы на батрушке, это важная вопроса. Ну, во-первых, на самом деле я бы хотел всех поздравить уже с прошедшими праздниками, со Старым Новым Годом. Праздники были очень насыщенные для всех жителей города Балакова, Балаковского района и для гостей города. Мы готовились к этим праздникам. Есть, конечно, возможность провести анализ, есть возможность провести работу над ошибкой, но, в общем, самое главное, что праздники прошли безопасно, без каких-либо происшествий, без катаклизмов. Ну, если не считать, что обилие снега до Нового Года доставило хлопот в основном коммунальным службам, взрослым, управляющим компаниям. Да и мне самому приходилось заниматься этим каждый день, не исключая и новогодние праздники, и первое, второе, третье число. Но в целом вот такой большой объем снега, особенно для детей и для любителей катания, принес больше радости. Больше радости. Как сам проводил, ну, наверное, получилось так, что с учетом этих осадков вопрос был на контроле губернатора. Практически каждый день проходила видеоконференция о том, какое количество техники задействовано в уборке города, в уборке сельских населенных пунктов, дворов и так далее, тому подобное. Поэтому почти каждый день находился на рабочем месте, но, тем не менее, старался уделить внимание и своей семье. На ватрушке в этом году я не катался, хотя ватрушка была приобретена, и сын катался. Мы все-таки постарались с ним найти какие-то более-менее безопасные горки, где можно было кататься. Объехали все турбазы, объехали вместе и покатались, постояли на лыжах. Мне нравится на свежем воздухе лыжи, конек или классика. Это просто приятно. Хотел отметить, что людей, которые были участниками и наших мероприятий, это и первое мероприятие по клубнике между пятым и восьмым. Первое всегда бывает с определенными какими-то ошибками, наверное, и это нормально. Не ошибается тот, кто ничего не делает, поэтому мы принципиально пошли на это мероприятие, услышали и собрали все точки зрения по данному мероприятию. Сейчас проводим так называемую работу над ошибками и уже понимаем, как на следующий год стоит готовиться к подобному мероприятию. Во всяком случае, не организаторы, а руководитель вот этого так называемого агентства, который запустил, в том числе и все проекты по России, он охарактеризовал как крайне важное. Это очень хорошо, когда есть так называемое продление клубники. То есть есть летняя клубника, есть зимняя клубника. Самое главное, мы здесь задействуем максимально, охватываем максимальное количество людей. И мне, например, бросилось в глаза о том, что людей, желающих принять участие в фестивале на открытом воздухе, огромное количество. То есть мы русские люди, мы любим традиционные гуляния, нам не надо ничего там сверхъестественного, они вот именно простые, массовые, и когда наступают праздники, мы хотим быть в каком-то большом таком сообществе. А вот непосредственно вам, как организатор и как чиновник, да, посетителям вот этого мероприятия, у вас какие вот эмоции впечатления? Мне понравилось, понравилось то, что есть давно забытые такие, ну как сказать, музыкально-народные именно мероприятия. Ну да, многие подходили ко мне, говорили, а есть клинтвин, есть там горячий, ну горячий чай, понятно, был, там ватрушки, пирожки и все остальное, то, что понравилось. Но вот люди делают свой запрос, к которому мы, конечно, не всегда готовы, потому что это на грани ответственности, но такие запросы есть, такие запросы. И, конечно, наверное, вот эти музыкальные мероприятия с громкой музыкой создали определенный дискомфорт ближайшим домам, мы это тоже на это обратили внимание. И в последующем просто будем вести трансляцию и ретрансляцию этих мероприятий не по всей улице, а локально на конкретном вот этом поле. Ну что ж, тоже надо было через это пройти, оценить, посмотреть. Но вообще хочу сказать, что мероприятий было много. Приятно, что накануне Нового года к нам приехал олимпийский чемпион Илья Захаров. Очень такое было экстравагантное соревнование. Оно и достаточно требовательное по спортивным канонам, но в то же самое время и был небольшой элемент шоу во время его присутствия. Он так сам немножко запереживал, но мы поняли, что это просто определенный элемент шоу сделан был. Но очень красиво, хорошо, и он порадовался, что на территории Балакова вот в свое время Вячеслав Володин взял такой достаточно основательный акцент на спортивной Балакова. И мы помним, что этот водный бассейн долгое время стоял, был, можно сказать, заброшенным. И Вячеслав Викторович поставил задачу, ее осуществилось, и Балаковцы вот уже много лет имеют возможность заниматься 50-метровым бассейном. Таким похвалиться, наверное, может не каждый город. Не каждый город, плюс трамплинная зона соответствует всем требованиям. Ну, спорт, мы знаем, да, Балаково традиционный спортивный город, и в этом и в последний день очень много спортивных объектов построено. Но вот как общедоступная инфраструктура была в эти новогодние праздники, готовых прием граждан? Это катки, например, общие места, то есть все ли успели залить, все ли было в нужном состоянии, то есть елки, горки? Ну, по школьным каткам, сегодня на ПДС тоже мы говорили, в общей сложности в городе было организовано 14 катков, в основном это пришкольные территории. Катки были залиты еще в начале-середине декабря. Я, да, должен признать, что обилие осадков внесли свои корректировки по расчистике катков, и там, где такие ревностные, так сказать, я бы назвал, наверное, служители льда в виде нашего заслуженного тренера Кулакова в первом микрорайоне, то для них хоть метр осадков выпал, хоть два, мне кажется, он все равно вычистит этот каток лопатой и всеми возможными средствами, которые можно привлечь. Вот, там, где, наверное, такого ревностного отношения к льду не было, да, каток простоял там день, два, три, пять, пока не соизволили все службы приехать и почесть. Это у нас отдельный разговор с каждым руководителем, с каждым руководителем учебного, спортивного подразделения и вообще с тем, кто отвечает за этот каток. Сейчас мы такую персонализацию достаточно четко прописали, и, конечно, будем следить, чтобы каток, независимо от погодных условий, вычищался в течение там самого короткого промежутка времени. Пример, говорю, еще раз есть, это Кулаков, который за тремя катками следил. Первый у него спортивный, второй у него для катания, третий у него тоже там, так называемый спортивный, с уклоном, с определенным. Люди оттуда не выезжают, едут со всего города, катаются у него, потому что у него один из лучших катков. Ну, наверное, не просто так он вырастил олимпийского чемпиона и чемпионов мира и России. От спорта к праздничному настроению многие в социальных сетях, в принципе, жаловались на то, что город был плохо в этом году украшен. Ну, вот мое, например, впечатление сложилось не то, что все города было плохо, да, а именно объекты, именно торговли. То есть остановочный комплекс, различные, не горели витрины. Вот почему вы создаете впечатление яркости какой-то. Может быть, кто-то плохо проработал или это просто вот наши впечатления? Нет, я здесь с вами соглашусь, что на самом деле у нас ряд руководителей торговых предприятий не так, наверное, откликнулись. И мне, например, это удивительно, потому что украшенный магазин, украшенный красиво с внешней стороны магазин, он является наиболее привлекательным для того, чтобы покупать. А когда идет покупатель? Да перед Новым годом основной покупатель идет. И я, конечно, сам сильно удивлялся, когда мы собирали руководителей торговли нескольких магазинов, одного магазина, и пытались в этом их убедить. Мне вообще было самому это удивительно, потому что кто как ни иной, как собственник магазина, должен сам быть заинтересован в привлекательности своего объекта, который состоит из мелочей. Это и входная группа, это и чистота, это и украшения, это и внутреннее убранство, и наличие, конечно же, товара, ассортимента большого, особенно перед Новым годом, когда идет просто всплеск продаж. Но, к сожалению, такие магазины у нас тоже были. И здесь, опять же, для меня, например, большое удивление. Сеть «Гулливер», которая вошла к нам год назад, она как-то не сильно обратила на это внимание, хотя предыдущий собственник сети «Милена» Олег Павлович Шакуров, он всегда к этому относился крайне ревностно. И практически каждый магазин был как новогодняя игрушка. Мы с ними на эту тему проговорили, они для себя тоже выводы сделали. Сеть магазинов «Магнит» тоже не так сильно откликнулась. Ну, а в целом заправочный комплекс, ряд торговых объектов индивидуальных, несмотря на погодные условия, а, их чистили, все вычищали, вывозили и выглядели хорошо. У нас работала комиссия с конца ноября по украшениям. В первую очередь мы обращали внимание, конечно, на гостиницу «Балахов», потому что в предыдущие годы было много претензий к этой гостинице, к этому объекту, который не украшен. В этом году они постарались, но, правда, со снегом никак не могут навести порядок. То есть даже на своей территории, не муниципальной, на своей территории никак не могут толком навести порядок. Ну, в общем, приходится работать совсем индивидуально. Торговый отдел все до праздничные дни и праздничные дни был в работе. Кто-то прислушивался, кто-то слышал нас, вникал, покупал гирлянды, вешали их. Но, может быть, не так, как бы, наверное, того хотелось. Не так, как хотелось. Прочистку, значит, затронули гостиницы «Балахов», чтобы до сих пор давить свою территорию. Понятно, не могут привезти это. Даже, в принципе, негде машину там парковать. Доходили тоже слухи такие, что у нас, когда самый пик был снегопада, то есть дворовую территорию тоже приходилось чистить силами балов кодору. То есть, если это так, то, ну, понятно, что это экстренная ситуация. И, например, те подрядчики, которые, например, выбрали пик или другие организации, да, внутри кварталов, они как-то возмещают, что будут муниципалитеты, например, солярку, там, затраты или... Ну, это уже межхозяйственные отношения, в большей степени это первое. Второе, на самом деле, количество осадков, которое выпало, они внесли корректировку в ежедневную, в ежедневную работу. И если балов кодору успевал убрать снег с центральных улиц или с тех улиц, которые находятся в зоне ответственности, это дороги первой, второй и третьей категории в основном, то, конечно же, по просьбам жителей, по требованиям жителей, где-то и помогало внутри кварталки. Хотя основная задача была ее у балов кодора, это дороги. А вторая, это, конечно же, школьные учреждения, это детские сады, особенно школы, в большей степени уже в 25-26 закончили все свои мероприятия, и мы акцент сделали на медицинские учреждения. Это роддом, это центральная больница, это скорой помощи, три станции, с тем, чтобы машины отъезжали в свое время. То есть мы каждый день принимали решение, где сейчас, на данный момент, надо достаточно четко и оперативно отработать. На территории города полтора миллиона квадратных метров дорог, 500 тысяч квадратных метров пешеходов и тротуаров, 2 миллиона квадратных метров. Слой снега выпал метр с лишним. Это один куб на квадратный метр. То есть надо куда-то перенести эти 2 миллиона кубов из одной точки в другую точку. Или вывести, или передвинуть, или сдвинуть. Конечно, объем, ну, просто колоссальный. Объем колоссальный. Если с вывозом, у нас сейчас самая дешевая цена по вывозу снега, получается, там, 100 рублей за куб. Ну, это самое дешевое. Нетрудно посчитать, сколько... Силами муниципальных предприятий. Силами муниципальных предприятий, УБДХ, в первую очередь, да. То есть те улицы, где невозможно снег перенести на зеленую территорию, это в основном у нас Комарова, это и Минская, это и Ленина, это и факел социализма. Такие вот центральные улицы, которые просто надо вывозить снег, потому что дальше он уже там лежать будет, приносить только хлопоты. На других улицах, да, можно при помощи ротора перенести на зеленую зону, и он там спокойно растает весной, не создаст никаких, так сказать, сложностей. Да, это определенные испытания, и здесь мы, я скажу, и для себя выводы сделали огромной славы благодарности, скажу, всем сотрудникам муниципальных служб, потому что все выходные работали просто на износ. И в первую очередь механизаторам простым, слесарям, которые независимо от праздников просто из гаража и из техники не вылазили. Здесь он просто, так сказать, огромный низкий поклон. На их плечи легла вся тяга, хотя надо признать, техника не совсем новая и требует по-хорошему обновления. Сегодня мы этот вопрос тоже касались, вот сейчас, я насколько помню, 36-38, да, тех, кто там в муниципалитете задействовал. Это и грейдеры, и инфраждальники там, да. Вот какая емкость, что вот еще нужно вот прям коротко докупить, чтобы у нас вот, ну, прямо вот хорошо было все. Ну, первое, конечно же, не хватает МКДшек, так называемые, желательно уже переходить от зилов на КАМАЗы. КАМАЗы 15-20 тонны, которые бы мог сразу же взять песко-соляную смесь и полностью пройти по всему кругу без дополнительной дозаправки на базе КАМАЗа. Конечно же, не хватает тартаров, вот сейчас мы в этом убедились и на больших дорогах, и даже внутрикварталки. Не хватает тартаров, которые бы более экономно перетаскивали снег, переносили снег. Это и малые техники, типа МКСМ, БОБКЭТ для вывоза снега и уборки снега снутри кварталок, с детских садов, со школ, потому что там просто такой объем снега лопатами не выкинешь. Ну и, конечно, КАМАЗы, обыкновенные КАМАЗы, но уже теперь не 10-тонники, а как минимум 20-тонники, потому что вывоз снега 10-тонникам намного дороже, чем 20-тонниками. Вот посмотрели опыт, ну, практически вся техника требуется. Это и ковшовые экскаваторы такие большие, и грейдер нужен, потому что как только вот с плюс на минус переходит, то без грейдера уже не отработаешь. До Нового года мы еще обсуждали, но тогда выявили на ПДС отсутствие, был Павел Борисович, исполнил мобильный институт. Вопрос стоял как раз за Бори, за парком, Новый парк, за Октябрем. Был контракт полтора миллиона, объявленная сумма, вот, на основании рыночных запросов. В итоге выиграла фирма с набережных Челнов с падением, в одну треть, глобальный падение. Приехали они 26-го числа, приступили так быстро, яростно к работе, мы даже подумали, что и нам обещали пригодирушку, два-три дня и мы все закончим. И вот в итоге, получается, после Нового года опять смотрим, там и будет работа, опять не кончается. Ну, эта работа идут, они не кончаются. Почему? Потому что они не выполнены были должным образом и своевременно. Здесь в компании предъявлены требования, они будут платить, во-первых, а неустойку, а бы все равно они свою работу будут доводить в соответствии с требованиями. Это по многим таким, так сказать, контрактам происходило. Ну, наверное, самый яркий пример, который мы за прошлый год видели, это перекладка, так называемая, асфальта на Тарнавской. Да, наверное, это было немножко неожиданно как-то. Первый слой, второй слой, там чуть ли не третий, в конечном итоге все это сняли, по-новому приложили. Потому что не было соответствия качества асфальта к требованиям, которые были прописаны в конкурсной документации. То же самое и у этой организации. Да, вроде бы как там выиграли с набежных Челнов, пролетели, сейчас мы тут все сделаем, но делайте в положенное время за соответствующие деньги. Не сделали. Сейчас переделывают. Плюс еще штрафные санкции будут платить. Вот у меня, допустим, само впечатление такое сложилось. Ты где-то числа третьего, мне все надоело отдыхать уже. Оливье прокисло, надо, мне кажется, заканчивать праздник. Вот ваша позиция. Ну, понятно, что вы работали с администрацией, ввиду того, что сейчас экстремальные были условия, но вот с точки зрения, допустим, специалиста администрации, любого муниципального учреждения, которые не задействованы в каких-то экстремах работах в празднике, мне кажется, на 10 дней это переводит. Ну, вы знаете, эти вопросы, мне кажется, задаются каждый год, перед Новым годом и после Нового года. Но я, например, об этом слышал уже, наверное, последние 20-25 лет. В большей степени, наверное, это хорошая возможность в зимние вечера как-то больше уделить внимание себе, еще раз говорю, детям, семье, дому, навести там какой-то порядок, залезть в те шкафы, в которых ты там, может быть, годами не залазишь или год не залазишь, он тебя все равно где-то накапливает. То есть, все равно возможность есть. И, не знаю, я, конечно, из длительных праздников всегда выходить очень тяжело. Я для себя, например, испытываю огромное удовольствие, когда вот уже с какой-то традицией, там, на новогодние праздники хожу, там, с семьей или там с сыном хожу в кино. Но и в этот раз тоже. Я с удовольствием, вот в прошлом году сходил на движение вверх, в этом году на Т-34, буквально вчера там с сыном сходили по его просьбе посмотреть фильм «Путь домой». Очень красивый, хороший фильм, там, собаки, как-то напоминающий фильм, там, «Белый бим, черное ухо». И я скажу, у людей очень много ходит. Для меня это, например, такое приятное откровение. И, вы знаете, когда фильм Т-34 закончился, почему-то у всех было огромное желание похлопать. Вот просто в зале похлопать за... Я так понимаю, не только в зале, вот у нас был сюжет о том, что мужчина, в дворе, у себя есть с неба, с кучи, собрал, ну, просто сделал танк. Да, это такой очень важный момент, потому что он затрагивает именно те нотки нашего менталитета, нашего российского, русского менталитета, которые, наверное, у нас у всех есть в нашем геноме. И это здорово. Это здорово, что восстанавливается, и надо сказать, что и дети с удовольствием, и молодежь с удовольствием ходит. Тут я читал анализ, там, ну, кассовый сбор, там, они уже перешагнули чуть ли не за 2 миллиарда уже. Анализ читал, 99,9% люди с уважением и с удовольствием посмотрели фильм. Хотя, конечно же, очень много красивых элементов, но это все грамотно. Это все грамотно и достаточно взвешенно имеется в фильме. Самое главное – это тот внутренний патриотизм и потенциал, который показывает в фильме.